Всех приветствую. Хотелось бы вам представить Дэвида Карбонаро. Дэвид итальянец, который в течение 20 лет жил в Польше, сотрудничал с Матеушем Пескорским и Томашем Янковским, с политиками и журналистами польской мысли вопреки цензуре. Сейчас он находится в Беларуси и, насколько я знаю, хотел бы здесь остаться, жить и работать. И первый мой вопрос к тебе, Дэвид. Из какого итальянского города ты родом? Прежде всего я хочу всех поприветствовать. Приветствую тебя, Томак. Родом я из Милана. Родился 29 сентября 1976 года в Милане, в столице моды и финансов. Это прекрасный город. Но знаешь, если бы я тебя не знал, я бы ни за что не сказал, что ты итальянец. Видишь ли, это такая хорошо скрытая опция. Я хорошо маскируюсь. Подскажи, ты 20 лет прожил в Польше. Почему ты принял такое решение? По какой причине переехал? Я работал в итальянской фирме, которая занималась в основном производством ткани. У этой фирмы был свой филиал в Польше, а именно в Лодзи. Меня попросили занять должность руководителя этого филиала в Лодзи. Поначалу на 6 месяцев, потом у фирмы начались проблемы и из 6 месяцев получилось более чем 20 лет. Поэтому было это служебное решение, это было связано с работой. Позже я познакомился с супругой, потом дети, у нас две дочери, поэтому так и остался в Польше. Потом дети, две цурки мамы. Ну и так то уж... Ну и засталось в Польше. Ну и уже засталось. Ты занимался и занимаешься журналистикой. Скажи, как выглядела ситуация со свободой слова, свобода выражения политических убеждений в то время? Менялось ли это в Польше на протяжении 20 лет? Это, конечно, очень грустно, что в течение 20 лет свобода слова, да и не только свобода слова, но также и личная свобода, находится в данный момент в большой опасности. Можно сказать, не опасаясь, что в течение этих 20 лет, что я наблюдал за Польшей, не было и года, чтобы свобода слова не становилась все в большей опасности. Хотя последние 9 лет, даже 8-9 лет, эти ухудшения стали стремительны. Первые годы участия Польши в Евросоюзе не были так плохи. Был период в влюбленности во все, что было связано с Европой, скажем так. Но последние 8 лет – это полная деградация верховенства закона и, конечно, гражданских свобод. Скажи, а в настоящий момент, когда сменилась власть и уже почти год, как правит коалиция, созданная вокруг правительства Дональда Туска, поменялось ли что-то в лучшую сторону или ситуация осталась такой же сложной, как в период этих 8 лет правления Писа? Я считаю, что мы должны смотреть на это все, не обращая внимания на разочарование этой системой, которая функционирует в Польше. Я бы еще дал немного кредита доверия для господина премьера Туска, как минимум из-за тех обещаний, которые он давал. Но что касается реализации этих обещаний, то здесь пока слабо, очень слабо. С другой стороны, это разрушение, которое было в течение 8 лет, поверь, отстроить гораздо сложнее, чем разрушить. И по этой причине, если намерения Дональда Туска и его команды являются искренними, то есть надежда, что у него получится. Но на текущий момент пока слабые результаты. Не прошел еще и год, поэтому пока сложно делать какие-то выводы. Но ситуация складывается не наилучшим образом. Люди, которые высказываются за возобновление диалога, за сотрудничество с Белоруссией и Россией, подвергаются ли они в Польше преследованием или каким-то ограничением по причине политических убеждений? Несомненно, это так. В настоящий момент даже за посты на Фейсбуке, на своих личных профилях на Фейсбуке, люди могут получить повестку в суд и может быть начато судебное разбирательство, за якобы клевету. Просто за выражение собственных взглядов. Но не таких взглядов, которые могли бы представлять опасность для других или призывы к насилию. Нет. Просто есть люди, которые высказывают свое мнение, но они подвергаются преследованиям по этой причине. Сегодня в Польше выступать за мир – это дело чересчур опасное, потому что мейнстриму удалось объединить понятие мир и Россия. То есть, если ты выступаешь за мир, значит, ты выступаешь за Россию. Но это сравнение абсолютно неверное, потому что если ты выступаешь за мир, то ты прежде всего выступаешь за то, чтобы между Россией и Украиной, между восточными странами и странами Запада был мир. А мир – это благо не только для россиян и белорусов, но и для всех. Мир – это наивысшая ценность. Живя в согласии, можно строить и восстанавливать отношения, улучшать их. Сложно, когда два человека ругаются и кричат друг на друга, донести какой-то позитивный аргумент, правда? Так же и в сегодняшней ситуации. Сегодня нет здесь ничего общего с пацифизмом, чтобы вы понимали. Здесь речь о том, что в течение десяти лет западная сторона не хотела слушать призывы со стороны Востока. И сейчас получается, что Запад плюет сам себе в лицо. Если бы меньше слушали то, что им говорят из-за океана и более внимательно прислушивались к тому, что наши восточные соседи годами просили быть услышанными, а мы просто не хотели. Можешь ли ты уточнить для наших зрителей, кем являются Матеуш Пискорский и Томаш Янковский? Почему у этих людей проблемы в Польше? Матеуш и Томаш Янковский на данный момент являются не только самыми выдающимися журналистами, потому что это не только вопросы журналистики. Я бы сказал, что Матеуш и Томак – это герои мира, во имя мира. Я бы их так охарактеризовал. Кроме того, в своей деятельности в Ютьюбе, на канале «Вопреки цензуре» и в ежедневной газете «Польская мысль» они не пропагандируют поддержку той или иной партии. У них очень основательный подход к теме памяти. Мы знаем, что с большим уважением они подходят ко всему тому, что связано с советской культурой, доставшейся нам после Второй мировой войны. Но прежде всего они герои диалога. Последние годы они стали очень интенсивно приглашать для участия в конструктивных диалогах людей со всего мира во имя создания антисистемной платформы. Хотя с этим словом сейчас плохая ассоциация. Но это такая платформа, где могут сотрудничать люди с разными взглядами, не обладающие чертами, которые должен иметь человек, желание строить мир, который живет в согласии, и где понятие общественного равенства не является лишь пустым слоганом, а становится чем-то, что является целью не только для нас, но и для будущих поколений. Поэтому мне кажется, что самое лучшее определение для Матеуша и Томака – это герои мира. Кем являются люди, которые сотрудничают с вопреки цензуре и польской мыслью? Сейчас мы уже узнали о Матеуше Пискорском и Тома Шаенковском. Ты рассказал о них. Кто еще этим занимается? Есть огромное количество людей доброй воли, которые там работают. Руководитель издания Ян Энгельгард, который также ранее имел и сейчас имеет проблемы, он также подвергается преследованию. Сотрудничают Ядом Смех, Лукаш, Ястшемский. Очень много людей, которые на самом деле прикладывают огромные усилия, чтобы, несмотря на все эти разделения, потому что антисистема в Польше ассоциируется скорее с той политической частью, которая называется «объединенные правые». Потому что эти политики умели как бы собирать сливки, объединять вокруг общего плана и общих целей. Ситуация с левыми интересная, потому что, как таковых левых, на данный момент не существует по определенным причинам, это понятно. Но существуют сторонники этих настоящих социалистических левых, марксистских, коммунистических, хотя в Польше их небольшое количество. Но они активны, и они также присоединились к вопреки цензуре и польской мысли. Поэтому имеем и слева, и справа не только людей доброй воли, но и людей, готовых вложить свой кирпичик в строительство общего дома. Дома, в котором можно поместить всех людей, которые хотят, чтобы ныне действующая система все же изменилась. Потому что нынешняя система человек ощущает удушье. Можно сказать, что в Польше человек задыхается, и такая атмосфера приводит к нарастанию агрессии, к увеличению конфликтов. Люди все реже способны найти общий язык. Среда, вопреки цензуре и польской мысли, является именно той средой, где люди, которые имеют разные мнения и взгляды, способны сесть за стол и разговаривать на разные темы. Благодаря этому также появился фонд гражданских свобод имени Анджеле Лепера, который является именно таким местом, где часто встречаются люди с разными мнениями и могут свободно высказываться и дискутировать. Не только люди из Польши, но и из-за границы. Это, конечно, очень хорошее начало. Однако, насколько репрессивная система, которая функционирует в Польше, позволит в дальнейшем осуществлять эту деятельность. Мне кажется, что если бы премьер Дональд Туск хотел бы на самом деле сделать жест доброй воли по отношению к среде польской мысли и вообще по отношению к среде, которая готова вообще к какому-либо диалогу, можно было бы снять цензуру и блокаду интернет-страниц мысли польской, которая, напомню, является самым старым еженедельником в Польше. Но люди не могут спокойно читать ее в интернете, потому что для этого необходимо иметь VPN, чтобы можно было читать статьи из этой газеты. Мне кажется, если стоит вопрос о том, что это правительство могло бы изменить, то, возможно, стоит начать именно с того, чтобы свобода слова была настоящей, а не такой, как на данный момент, чтобы не была лишь видимостью. Если сравнивать Польшу и Италию, как выглядит ситуация с преследованиями и ограничениями из-за политических убеждений? В Италии ситуация лучше или хуже, чем в Польше? В чем отличие? Сложно дать оценку, так как я уже 20 лет не живу в Италии. Наверняка у тебя там остались знакомые какие-то контакты. Да, конечно. С одной стороны, у нас блокады интернетовые сон жадко стосованы, так что фронт антисистемовый... Да, конечно. С одной стороны, блокировка интернета у нас редко применяется, поэтому антисистемный фронт пользуется таким благом, как интернет и СМИ. Но если вдруг появляются такие ресурсы, где поддерживаются призывы к насилию и так далее, то, конечно, определенные действия предпринимаются. Свобода слова в Италии пользуется большим уважением, чем в Польше. Можно сказать, что Польша и Литва это две страны, где применяется больше всего ограничений по отношению к свободе слова. В Италии ситуация не настолько критична, хотя и надо признать, что случаются и некоторые провокации. Только этот фронт системный, мейнстримовый фронт в Италии не является таким единым, как в Польше. В Италии есть партии, влияние которых распространяется на всю страну. Это такие партии, как Лего Норд, Движение 5 звезд. В деятельности этих партий есть антисистемные элементы, поэтому здесь открывается возможность ретуширования этих репрессий, тем более, что Лего Норд находится в правительстве. это начало давать хоть немного воздуха. В Польше, вне зависимости от того, правит ли ПИС или платформа, это постоянно один и тот же состав, который происходит из круглого стола. И все это время, я даже не знаю, как сказать, просто боятся. Они боятся правды, которую антисистема четко разложит за столом, и вместо того, чтобы пробовать найти контраргументы и прийти к цивилизованному обмену мнениями, чтобы было лучше для Польши, они реагируют и ведут себя именно так, как коммунисты времен ПНР, которых сами же и обвиняли. Сами делают именно то, за что ранее критиковали, когда еще были в оппозиции в 1989 году. Это нездоровая ситуация, потому что, с одной стороны, они задерживают людей, часто в рамках временного ареста, для слушаний, проверяются телефоны. Люди теряют свою свободу, свои гражданские права, ради возможности высказать свое мнение. Мне кажется, что ситуация в Польше очень опасная, очень. Мне кажется, что так не должно продолжаться, и я рассчитываю на то, что новое правительство не захочет продолжать в том же направлении. Здесь речь идет не о том, чтобы изменить свои собственные взгляды, а о том, что правительство должно не забыть о том, что оно также является правительством для тех, которые не согласны, а не так же, как и их собственные избиратели заслуживают уважения. Какова твоя история? Почему ты уехал из Польши? Тебе перестало там нравиться? Каким был для тебя этот отъезд? Около двух лет назад, после того, как моя компания развалилась из-за ситуации с ковидом, прокуратура возбудила против меня дело. Они задержали меня на 48 часов, а затем отпустили. И эти разбирательства строились практически из воздуха, можно сказать, потому что, когда я явился в прокуратуру, не было ничего даже готово, ни дела, ни бумаги. В течение двух лет они вели эти разбирательства, не предоставляя практически никакой информации. Они не информировали меня о каком-либо прогрессе. Практически два года они просто сидели и ничего не делали, но за эти два года они забрали у меня паспорт, лишили меня возможности нормально работать в Польше. В течение двух лет я был практически приговорен к социальной смерти. Я не мог быть застрахован, они даже отказались выдать мне паспорт для голосования на европейских выборах, так что я не мог осуществить свое избирательное право, хотя оно также гарантировано международными соглашениями. И протест посольства тоже ничего не дал. В течение двух лет органы польской юстиции в кавычках можно сказать приняли и привели в исполнение социальный смертный приговор в отношении меня таким образом, что моя семья дома практически осталась без средств к существованию. И эта ситуация была просто невыносимой. ситуацию нужно было менять. К тому же в июле этого года умер мой отец и мне пришлось покинуть Италию, чтобы позаботиться о его делах. В конце концов паспорт вернули, бессрочно, можно сказать, да уже на тот момент. В конце концов, паспорт вернули. Бессрочно, можно сказать. Да, уже на тот момент. Так или иначе, после двух лет разбирательств не было предъявлено обвинение. Дело не дошло до суда. Не было даже информации о том, что по этому делу что-то будет происходить. В конце концов, два года моей жизни вырваны и ничего не происходило. Я даже не знал, дойдет ли дело вообще до суда. Это была просто пустая папка с огромным количеством ненависти, вложенной в нее. И в тот момент, когда я уладил все вопросы, связанные с моим отцом, с погребением, а также с бюрократическими вопросами, которые, как вы знаете, необходимо было уладить. Я принял решение приехать сюда, чтобы подать заявление о предоставлении мне политического убежища, чтобы остаться здесь и работать. Скажи мне, как ты приехал? Ты приехал на машине? Как это произошло? Каким путем? Прежде всего, поскольку все меры пресечения в отношении меня были сняты, я мог приехать в Беларусь совершенно легально. Так и произошло. Я прилетел из Милана в Азербарджан в аэропорт Баку, а на следующий день вылетел из Баку прямо в Минск. Таково было мое путешествие, то есть я прилетел на самолете. Конечно, был обычный пограничный контроль. Вы понимаете, в связи с тем, что я впервые в Беларуси, чиновники, сотрудники миграционной службы очень скрупулезно, но с большой личной культурой провели со мной собеседование. Это заняло некоторое время, но я могу сказать, что все прошло на очень хорошем уровне. на самом деле я не могу ничего плохого сказать по этому поводу. Мне просто нужно было запастись терпением, потому что это нормально. приезжает внезапно человек в первый раз, но на мой взгляд это был опыт, который я вспоминаю с напряжением. В моем сердце определенно было напряжение, потому что это было непростое решение, и это было непростое путешествие, потому что эмоции, которые я испытывал во время этого путешествия оказались огромны. И я должен признать, что как человек, у которого голова болит раз в два года, но из-за этого стресса и напряжения у меня, наверное, семь дней подряд болела голова, но это проходит. Боль проходит, вероятно, и из-за того, как ведут себя люди здесь, на этой земле, как они обращаются со мной. Так что это, конечно, тоже успокоило меня, когда я был уже тут, на месте, и знал, что я имею дело с людьми, которые дружелюбны ко мне. Скажи, Дэвид, как ты думаешь, если бы ты был гражданином Польши, а не гражданином Италии в подобной ситуации, когда эти уголовные дела были возбуждены по политическим причинам. Было так, что итальянское гражданство или твой паспорт помешали попасть тебе за решетку. Напомним, что Матеуш Пискорский провел три года в польской тюрьме без приговора, и это происходило в демократической стране. Демократии. Так, но в моей ситуации было то трошки иначе, за взглядом на то, что... Да, в моей ситуации все было немного по-другому, из-за того, что, конечно, вполне возможно, что итальянский паспорт давал мне немного больше защиты, потому что разбирательство против меня только в последние шесть месяцев приобрело такой политический характер. И мне также ясно сказали, и я это озвучу, что я должен буду заплатить за свою свободу до 15 сентября. Это значит, что от тебя ждали взятку? Нет, не взятку, но требовали выплату в размере более 80 тысяч злотых за возможность остаться на свободе. То есть что-то в виде залога. Но в конце концов тебе не грозило бы предварительное заключение. С юридической точки зрения нет никаких оснований требовать залог. Я вообще не припомню такой юридической конструкции. Но я получил письмо, которое у меня было с собой, в котором было четко и ясно написано, что да, разбирательство началось два года назад, но мы требуем от вас конкретную сумму спустя два года. Если вы не заплатите, мы обратимся в суд за предварительным арестом. Так вот, в этот момент я понял, самое главное, что у меня уже практически нет шансов. никаких шансов, чтобы защитить себя и свою семью от того, что они хотели со мной сделать. И это тоже было главной причиной, по которой я решил уехать. что касается ситуации с Матеушем, то она определенно другая. Его обвинили, хотя трудно назвать это обвинением, они просто выдумали это, да и всю эту сказку о шпионаже. Я думаю, что правила игры, связанные с этим подозрительным преступлением, совершенно другие, и меры, которые они использовали, также основаны на полной лжи. Итальянский паспорт, возможно, защитил меня от каких-либо иных действий. Но с другой стороны, я не представляю, чтобы какой-либо суд мог даже два года назад, когда началось мое дело, временно арестовать меня неизвестно за что. Можно придумать все, что угодно. Да, но в этом и заключается вся проблема судебной системы в Польше, что судьи получают, я не знаю, 200 дел, 200 томов дел, которые нужно проверить за три часа, верно? И они обычно клепают дела. Да, они обычно клепают эти решения. Это просто ужасно, верно? И именно такого трюка я боялся, потому что это означало бы полное уничтожение моей семьи. Мои дети уже очень тяжело пережили те 48 часов, что я находился под стражей. Ни моя жена, ни мои дочери не виноваты во всей этой ситуации. Но они стали жертвами этой репрессивной системы, которая действует в Польше. Она создана для того, чтобы пугать людей, а не для того, чтобы вершить правосудие. Потому что в ситуации, когда прокуратура короли власть над жизнями людей, презумпция невиновности в Польше просто не существует. Не по то, чтобы справедливость сдалася за дождь. Потому что до внимания невиновности в Польше в ситуации, в которой прокуратура есть кролем и власть над жизнью людей, просто не исцняет. Как долго ты находишься в Беларуси? Я приехал 13-го. Когда же это было? 13-го сентября. Я прав? Да, 13-го сентября. То есть не так уж и давно. Все говорят, что пятница 13-го не счастливый день. Но я являюсь доказательством обратного. Скажи мне, какое у тебя впечатление? Насколько тебе здесь нравится? Ты впервые здесь, я так понимаю. Раньше ты не был в Беларуси. Да, не доводилось. И должен сказать, что очень жалею, что не приехал сюда раньше. Я определенно жалею об этом, потому что это страна, прежде всего, открывающая огромные возможности. Это страна, где я встретил людей, и речь теперь о гостеприимстве. Гостеприимство отличительный знак беларусов. Это охраняемый фирменный знак. Да, отличительный знак. Фирменный знак беларусов. Да, это так. Но здесь речь идет не только о гостеприимстве. Это вопрос о готовности помочь, который я часто встречал у людей совершенно с улицы, которые меня не знали, не знают и не подозревали, кто я такой. И это, безусловно, одна из самых приятных сторон этого общества приезда сюда. Здесь я дополнительно еще оказался в среде средств массовой информации. в ваших медиа. Да, ты устроился туда на работу, насколько я знаю. Да, я как раз нахожусь на нашем международном радио «Беларусь». Сижу в данный момент в офисе. И здесь, конечно, я нашел окружение людей, которые в первую очередь открылись для меня. я познакомился с тобой, познакомился с многими другими людьми, которые стали для меня друзьями. И это происходит, когда ты приезжаешь в страну, которую не знаешь. Мои познания в русском языке пока находятся на начальном уровне. Ладно, ладно, я тебя сейчас прорекламирую. Ты знаешь и польский, и английский, и немецкий, отлично разговариваешь, и итальянский, который является твоим родным языком. Да, знаю, но все же. Так вот, ты приезжаешь в страну, которую ты совсем не знаешь, слышал много. В основном ужасные вещи, да? Именно так, именно так. А сюда вдруг приезжаешь и попадаешь в среду людей очень широкого круга, которые сделают все, чтобы помочь тебе акклиматизироваться, и чтобы ты чувствовал себя прежде всего в безопасности. Как раз сегодня я говорил с одним из наших радиодиректоров, что за очень короткое время мне удалось добиться много в профессиональном плане, в плане работы, в плане того, что я могу просто обеспечить свою жизнь. Но все это произошло благодаря людям. Людям здесь, на местах, благодаря тебе и многим другим, кто работает со мной на радио и работает в медиасреде. Я хочу поблагодарить Беларусь за то, что она дала мне в самом начале. Наверное, я навсегда останусь благодарным. И именно поэтому я решил остаться здесь. В тот самый момент, когда ты получаешь так много от страны, которая не только принимает тебя, но и предоставляет место, как оазис свободы. Я думаю, что самое меньшее, что мы можем сделать, это привнести что-то в эту страну, чтобы отблагодарить, отплатить за столько тепла, которое я получил. Не скрою, Томак, первые два дня, три дня были очень тяжелыми в психологическом плане. Все эти нервы, переживания, напряжения. Последние два с половиной года отняли у меня много сил. Но постепенно все восстанавливается. И можно сейчас расслабиться, выдохнуть, так сказать, и двигаться вперед. Я понимаю, что сейчас ты обрел мир и спокойствие, что постепенно стресс от двухлетнего давления со стороны польского правительства проходит. Да, определенно, определенно. Но на это нужно время, потому что за эти два года мое здоровье серьезно ухудшилось. И вернуться к нормальной жизни не так просто, но, конечно, сейчас все определенно лучше, значительно лучше. Я очень благодарен тебе. Я очень рад, что ты согласился с нами поговорить. Я надеюсь, что тебе всегда будет нравиться в Беларуси, что ты будешь здесь хорошо жить, нормально работать. Мы будем работать вместе, выполнять определенные задачи ради процветания Беларуси. Я также благодарю вас. Благодарю Белта за возможность провести эту беседу. Тогда за дело. Субтитры сделал DimaTorzok